Врачи заметили, пациенты именно возрастной группы намного легче переносят вакцинацию, чем молодежь. Вот у дочери температура, она молодая, поднималась, ломота в костях, а у меня ничего. Лидия Ивановна, давний пациент Национального центра эндокринологии, с диабетом живет уже 20 лет. Здесь ей и рекомендовали сделать прививку. Мои пациенты, это больные с сахарным диабетом, мы настаиваем на том, чтобы эти пациенты сделали прививки. Потому что пациенты с сахарным диабетом попадают в самую высокую зону опасности по последствиям перенесенного ковида, по даже летальным исходам или по осложнениям после перенесенного ковида. Риск тяжелого течения и летальности при диабете первого и второго типа выше в полтора-два раза. У таких больных и без ковида есть склонность к тромбообразованию. Эндокринологи не рекомендуют прививаться только в исключительных случаях. Остальным, уверяет академик Шестакова, нужно. Даже тем пациентам, которые имеют пересадку почки вследствие диабета, когда почки перестали функционировать, им пересадили почку, или находятся на гемодиализе, то есть столь тяжелая категория пациентов, они очень уязвимы для ковида, им нельзя болеть ковидом, поэтому им надо сделать вакцинацию тоже.